Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, и этим видео начинается следующий ФФА-сериал Seedmares Civilization 6. На этот раз на десятерых человек и с иностранцами. Стараюсь вот для вас чередовать с кем я играю. Так как с иностранцами то с модом, он кое-что меняет в игре. Так, например, зенитки раньше появляются, стены не такие сильные, карта Пангея, возраст мира новый, так что холмов и гор должно быть много. Ресурсы, правда, стандартные. Традиционно спонсоры канала все серии видят сразу, а для подписчиков они будут выходить раз в сутки. Ну и прошу воздержаться в комментариях от бессодержательных спойлеров и оскорблений участников партии. Приятного вам просмотра! Ну что ж, играем против иностранцев. Карта Пангея. Ресурсы стандартные, но люди, глядя по тому, какие у меня тут стартовые места, это, конечно, интернете. Можно уже не уходить, конечно, никуда. Я ставлю сразу город рядом с перцем. Четыре еды и два производства — это что-то нереальное. Сразу давайте двух разведчиков делать. Этим пойду. Ну, мир новый, то есть тут холмов будет много, но сам факт, что у меня здесь вот перчик такой имеется. Выбрал Аленору Аквитанскую, потому что в этом моде, в котором играют иностранцы, ей еще и плюс сто процентов к производству театральных площадей. Ну, грубо говоря, они просто в два раза быстрее строятся. То есть, считайте, театральная площадь типа как уникальный район становится, который в два раза быстрее. И взял Аленору Аквитанскую английскую, потому что у нее еще и в верфи королевского флода, мне кажется, это более прикольный бонус. То есть, я буду играть через гавани и театральные площади в основном. Два золота и плюс четыре лая заходят, если построены на чужом континенте. Ну, это вряд ли здесь у меня получится. Ну, и плюс еще в два раза больше железа и угля может даваться. Ну, плюс сто процентов к производству военных инженеров. Это может не так круто, но все равно. Военные инженеры два дополнительных заряда получают. При достаточном энергоснабжении плюс четыре соответствующие продукции дают вообще все здания при электричестве. Плюс 20 процентов к производству постройок в промышленной зоне. Здания в гавани увеличивают запас среди. Ну, короче, мне кажется, Англия супер. Так, это я единственный континент нашел, да? Да. Единственный. Так, начнем. Ну, с лошадей начнем. Надо увидеть, где. Ну, в принципе, место отличное. Давайте сразу распределим, что здесь у нас гавань. Здесь у нас коммерческий район в будущем. Ну, не знаю, пока мне надо будет, конечно. Мне надо еще будет... Смотри, конечно, лучше на театралке делать упор. Но, опять же, все от разведки зависит. Посмотрим, что я тут найду. Ну, вот это начало с двумя перцами рядом, то есть четыре еды и два производства сразу. И плюс еще есть одна и до три производства. То есть у меня старт очень темповый такой. То есть я и расту, и производство у меня будет. Так, давайте исследовать территорию. Что у нас? Ну, какие-то горы. Вы прям окружены горами. То есть наука тоже вроде как должна быть, но, блин, мы-то не через науку планируем. Хотя, опять же, зависит. Посмотрим, как тут все будет. Какие города-государства мы найдем, какие территории тут будут. Может, сейчас так вот этими горами отделен от всех и ничего сделать не могу. Уже сразу два жителя. Мне бы, конечно... А, через два хода сам добавится. Единственная сейчас проблема в том, что у меня ограничение по населению будет, ну, в три-четыре жителя, а город просто не сможет дальше расти. Поэтому, может быть, мне дальше амбарчик открыть? Я вот думаю. Или пока... Не, ну, лошадей мы в любом случае открываем. А вот что дальше? И амбарчик построить. С другой стороны мы сейчас будем поселенцев клепать. Что тут? Standard or Abundant Start? Чувак спрашивает, изобильные или обычные? У него, наверное, тоже офигенно. Просто вот это... У меня тут очень круто для обычного старта. А старт действительно обычный. Стандартные ресурсы, в смысле, имеется в виду. Ресурсы стандартные. Но у меня тут прям... Ну, это какой-то метки ставит. О, руинка. Еще Перец. 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 Перец де Куэллер. Так, строителя. Ну и поселенца давайте. На следующем ходу, я так понимаю, добавится эта клетка. Так, руинку мы возьмем, конечно. А вдруг там рабочий? Мне не придется строить рабочего. Вообще будет зэба. Я сразу с поселенца начну. Это вообще будет офигительно быстрый старт. Или еще, может, реликвия какая-нибудь. Хотя, скорее всего, будет фигня. О, еще и чудо на плюс два полководца. И два очка торгового. Ух ты, блин. Так, а что мне дали в руине? А, подарки. Деньги, что ли? Деньги, похоже. Да, ну вот к этому чуду, конечно, надо город будет вставить. Это вообще трындец. Это вообще трындец. Так. Обрабатываем эту клетку. Лондон растет, как на дрожжах. Собственно, я бы тут перец и переименовал бы в дрожжи. Так, видите, недостаточно жилья. Тем не менее, все равно за четыре хода он вырастет до четырех. Слушайте, я тут прям реально горами отделен. Так. Ну, надо... Тут надо вот как-то на этом побережье прям сразу два города вместить. Три. Сюда. Раз, два, три. Ага, да. Значит, получается... Сюда надо город... Блин, тут плохо, тут рыба. Блин, надо думать. Ну... Что, наверное, гончарное дело или... Вообще, что мне надо? Мне, конечно, надо бы... Пряности. Блин, да и мореходство. Ладно, давайте сначала мореходство откроем. То есть, что мне обрабатывать строителем? Получается, мне придется обработать овец. Потом на крабов, видимо, прыгнуть. Еще руинки. Так, там винище. Шропшир. Ну, то есть, это никто не находил. Так, давайте размышлять о том, как ставить город. Я бы, конечно, вот здесь ставил город на реке стопудово. А, пари, у меня сейчас не добавится, по-моему. Из-за того, что я подзакончил. У меня добавилась метка. Если я тут ставлю раз, два, три... Получается, сюда еще город только влазит. Но тогда мне придется рыбу вырубать. Может, тогда чуть дальше, тогда город сюда ставится? Блин, нет, все равно... Тут тоже плохо, потому что гавань надо сюда ставить. И не будет соседства с рыбой. Блин, непонятно пока. Ух ты. Прям Франция уже... Рядом где-то. Хотя 8 ходов, может, и не совсем рядом. Я удвоенную опыт юнитом разведки и на пантеон попробуем. А, у меня мастерство уже сразу обработано. Ну, это отлично. То есть, может, я не спешить с тремя клетками? Тогда давайте... То есть, я обработаю овец. А, слушайте, а лошадей-то у меня... А лошадей-то мне не завезли. У меня чисто овцы сплошные. Блин, ну кто там метки ставит? Вот, я хочу гончарное дело сначала открыть. То есть, мне не надо тогда... Я хоть и думал, у нас и три клетки, чтобы мастерство ускорить. Так, давайте сюда. Блин. Я просто не хотел, чтобы меня француз увидел. Ну, теперь-то у меня... А, вон ГГшка научная. И я ее не первый нашел. Ну, ё-моё. Население плюс один. Отлично. Очень мне это нравится. Население плюс один Зеба. Так, Франция встречена. И Лаврентию открыл. А где это я открыл новый континент? Сверху. Ну, то есть, ускорил международную торговлю. Хорошо. Так, в Лондоне... Ну, перец должен по умолчанию всегда обрабатываться тут. Как бы нам побыстрее тогда в навигацию по звездам выйти. Два морских ресурса надо обработать. В принципе, вот краб и рыба. Будь здорова. О, тут у нас еще янтарь. Ну, короче, у меня по побережью бы... ...располагаться. А вон ГГшка научная. И ее не первый нашел. Да что вы делать будете? Ну, тут, наверное, француз явно. Нет, тоже неизвестный игрок. Блин, я не хочу сюда лезть к варварам. Пойду сюда. Ну, мне надо, наверное, будет город сюда ставить. Как бы в сторону Франции сначала. То есть, тут-то у меня никто эти места не заберет. Раз, два, три. Блин, я вот тут не понимаю, конечно. Ну, все-таки придется, видимо, сюда город ставить и сюда, к сожалению. То есть... И выкупать надо будет эту клетку, как-то деньги копить на выкуп клетки. Ну, надо крабов идти обрабатывать, похоже. А тут прям напрямую, я бы даже сказал, ворошение идти. Мне перец надо тоже обработать. Я бы, наверное, купил рабочего за деньги еще. А, я плавать не могу. Я пока не могу плавать. Рабочим я имею в виду. А что нам важнее? Давайте, наверное, международную торговлю сначала. Я все равно не буду сейчас юниты строить. Блин, давайте мореходство. Мне надо, чтобы рабочий плыл. Не пойду этого дальше рабочим. Давайте возвращаться. Я бы тут засвечивал территорию, чтобы тут варвары не появлялись. Ну, и надо, наверное, скаутом возвращаться поселенца как-то вести. Блин, француз своим дуболомом не в тему. Абсолютно. Ненавижу вот это. Вот когда лезут прям к тебе в границу, и там начинают это вот мешаться тебе. Вот это прям так раздражает. Крен знает еще, нападет, не нападет. Очень не люблю. Ну, он сейчас вот на овец встанет. Как я прям вижу это. Нет, дальше пошел. Ух ты, еще и шумера встретил тут. Наверное, шумер фес нашел. Да. А где ж тут чьи границы тогда? Ну, может, ты не спешить с городом сюда-то? Лучше ставить там, где прикольные места. То есть, я бы... Какая идея? Сюда бы поставил и дорогу вел. Чтобы сюда быстрее город встать. То есть, этого поселенца я бы вел сюда. А потом бы вел дорогу. То есть, купить надо будет, видимо... Купить торговца. Ну, хорэ метки ставить там, блин, задолбали. Такие любители меток везде. Вообще нихрена в голове держать не могут. Меточки, меточки, а то... Как же я тут не поставлю район? И все, хана тогда будет. Еще кого-то встретил. Что я уже в нормальном веке. Серьезно, Маури сюда приплыл? Ну, он город уже где-то поставил. Так что, видимо... Мне нету смысла беспокоиться. Так, давайте юнит... Построим... Прачника. Боюсь я так поселенца везти с этим французом. А потом еще одного... Поселенца. Так, кто-то мне там уже дружбу предлагает. Маури предлагает дружбу. Она хочет дружбу, чтобы я ее с трейтера не напал, не забрал. А я как раз... Хочу, если что, напасть и забрать. Так, значит... Мы сначала ставим тут город, потом там. Здесь надо купить клетку. Благодаря рыбацким лодкам, жилье появилось. Ну, я поеду рабочим сюда. Эту рыбу обработаю, чтобы ускорить открытие гавани. Так, где все вот эти вот французы, шумеры? Ну, шумер явно где-то тут, раз он фес встретил. Мне надо вот эту территорию смотреть. Нарошение надо открывать. Ну, Маури в соседях, это, конечно, опасно. Так, эту рыбинку надо хватать следующим ходом. Рошение. Блин, мне и торговца надо. Ну, наверное, торговца сначала. Упор сделаем. Хватает хода, благодаря тому, что прокачано на... Блин. Как бы мне теперь в золотой век выйти? С другой стороны, у меня особо веры нету и не будет, чтобы этот золотой век... Ну, мне надо быстрее вот это чудо как-то присоединять. То есть, я так понимаю, что вот эту территорию можно особо не беспокоиться за нее. Опять же, что-то надо быстрее, быстрее. Опять же, я так понимаю. Не волнуйся. Не волнуйся. Блин, чё всё... Так лагает. Хватит ставить метки. Ну, чё, какое-то чудо я вообще могу бахнуть. Артемиду не могу, нету лагерей никаких. Ну, я могу попробовать в гавань выйти и этот свой уникальный район построить, конечно. Так, это, видимо, столица Франции, кстати. И он, наверное, где-то тут будет... Ну... Ну, хватит лагать, ну блин, ну что... Так, надо будет апнуть и этого скаута. То есть, тут... Тут шумеры. Тут шумеры. Причем у шумеров есть дофига... Дофига... Гор. Это мне не нравится. Встану здесь. Да? Есть дофига между нами? Да! Ты уверен? Сейчас я тебя маскурую. Иди проверяйся. Вне куризисы. А что такое? Я сказал отсюда, что есть лак вises espienda в меня между нами. И я сказал... Внауэ... Вне куризисов мусореб, они beslеты в меня таки скауты, не, не, лучше строительу строить. такие да ё-моё почему он не в очередь в очередь ставим строителя еще не накопилось на пантеон тогда пока все оставляем оставляем как есть два хода до покупки каравана будет мастерство или в раннюю империю пойдем мне сейчас особо мастерство не на давайте в раннюю империю мы скоро ее ускорим извините за тавтологию скоро ускорим ну в принципе начало неплохое хотя выглядит что на будущее не так уж у меня много места для городов и проблему то что у меня тут маури рядом это мне очень не нравится так коряем навигацию по звездам камер на оставлю здесь на всякий случай и пожалуй надо надо монумент как хочется меня нету денег вот это вот купить а мне надо купить быстрее эти клетки надо вообще-то еще прыгнуть через реку вот эта столица явно франции или маури ту а вон маури кстати вон границы маури поэтому я очень правильно сюда хочу вставить в чем есть выбор на эту клетку или на эту но эта клетка лучше я считаю в любом случае мне одну из них надо будет вырубать чтобы поставить коммерческий район там вот это вот меня реально англия чисто по побережью такая будет расселена на один город поставлю и все ты не загадки в золотой век выйти к сожалению с этим лагерем как бы надо разбираться это три очка ну и пытаться наверно гавань не я не открою гавань так быстро уже кони там спавнятся я просто не спасет и стран да ну тут французу надо город тоже ставится к этому чуду несомненно то значит покупаем нет найти шеффилде купим торгов да вы достали чуть все увеличиваются и увеличиваются цены тут как раз прачника поведем на защиту так надо исследовать столицу франции тоже неплохо тоже неплохо все по моему скромному мнению то предлагает француз вот с французом я бы наверное заключил французом и наверное все таки с маури тоже шумер хрен знает где пока я хотел город тут надо поставить мне кажется так раз я с францией заключил дружбу он на меня тут нападать не будет на надо идти к этому надо идти к этому лагерю с ним разбираться надо открыть удовую повинности армия построить чтобы с лагерем хоть как-то три очка все-таки ну что пойдем на инвегацию позвенную блин долго 13 ходов час пик каменолом не позволяет рубить леса мне пока не надо заранее волны рабочие этого перца обработать и овец так я могу взять на рыбацкие лодки и на пастбище наверное на пастбище у меня куча овец еще можно на плантации на плантации у меня только три перца по моему я вижу три перца до что с рыбацкими лодками вот эту мне придется убрать рыбацкую лодку например не давайте пастбище все остальное уже разобрали все вкусно а это что шумит это француза тут вот поставил проблема что идти долго алёшки денис пущенко стал спонсором канала во время записи этого этого прохождения спасибо ему большое за поддержку блин еще шумера конечно найти те всеми скаутами вверх пошел но этот конь побежит к французу я так понимаю и это правильно нефиг там блин я боюсь что меня не получится в золотой век выйти что конечно грустно не хватит очков так обрабатываем тут плантацию сюда идем нет он бежит к моему скауту не трогай меня он уже очки получать блин ну класс на три клетки это чудо а я пока чего только выкупать эти клетки ё-моё к тому что я еще и не могу потому что может мне все-таки выкупить да давайте я лучше так сделаю торговца построим ну потому что уже сейчас нету смысла он уже наверно сколько ходов имеет один ход пока только ну нормально нормально так раннюю империю давайте я тут поменяю на создание юнитов уже так и пантеон я тоже взял так сделаю и тут в очередь после торговца воина прачника о галеру еще галераш 3 очка еще даст так ну галера на последок блин это на тот случай если я действительно смогу выйти в золотой век а а если не смогу то лучше оставить галеру на следующую раннюю империю скорили мастерство открыли да блин конь иди нафиг ты за мной бежишь много других вкусных ребят так денежка пошла и культура на счет с этой клетки нельзя убирать где соседи французу маури сверху француз еще кого-нибудь встретил да еще двоих неизвестных я думаю что где-то сбоку должны быть а шумер а шумер даже француза не встретил о прикол чем он тут ходил рядом с дуболомом французским вот тут они были вместе и он его не встретил получается забавно и такой проход к лагерю я вы даже не успею взять до конца эпохи это печально француз быстрее сориентировался он тоже выкупил клетку то есть это его третий радиус получается да и поставил тулузу и выкупил клетку так шеффилд астрологию открыли 123 эти денежки тебя там культура с другой стороны блин да где народ по австралия меня походу на относительно с маури дружбу заключать опять же поставлю когда здесь город тогда и заключу привели коня границам француза в итоге то пойду вверх смотреть где-то маури блин шесть ходов очков мало аквалит то еще и встретил значит ускорили политическую философию отлично ну хватит там лагать ну если лагаем это метки кто-то ставит ну так валет интересно где шумер да я даже лагерь этот не успею взять до конца эпохи на самом деле вот из-за этих гор как бы очень сложно пробраться кстати франция с англии в соседях прикольно себе еще где-нибудь на острове здесь был наоборот вообще было бы историчненько ну и маури недалеко тоже все 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 как надо да правильно купы и австралия немножко в армию ударились так то у всех уже по два города странно сейчас причем француз тут просто а вот марсель а вот и марсель ну надо видимо да надо видимо усиленцев строить соответственно делаем еще давайте наверное еще прачника нам в любом случае надо будет апать в лучников потом строителя чтобы вырубать леса под магнусом и начнем с поселенца после этого то есть у нас три хода по идее нам бы за три хода что-то открыть вот у нас за четыре военные традиции захватите аванпост варваров вообще успели я его захватить в каком-либо видео кто бразилия блин вроде так недалеко до золотого века но хорошо мне не хватает 7 очков только там три или четыре очка это галера будет да может галеру тогда эти военную традицию поставим здесь так и себе мог этот лагерь забрать был бы так счастлив у меня не успеваю я дойти по ходу мне бы еще кого-нибудь встретить и вообще будет зашибись да ладно конь ну слушай ну это вообще уже не смешно право прохода бы и нет в общем-то так тут город я ставлю тут у нас давайте амбар после строителя военные 4 хода до 5 ходов ну и 26 27 27 29 30 то есть мне 4 хода осталось 7 очков сейчас я получу 4 очка мне не хватает вот этот лагерь очень нужен ну и те купы будет лавенту захватывать явно 4 очки так а 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 к а а а просто выкупил деньги чтобы его забрать эти глянем то у него по очкам эпохи может ему конечно это надо было они показывают заблаживать счет эпохи не показывает ну все мы в золотой век точно не выходим границы австралии на этом пока все спонсоры канала продолжения могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества а для всех остальных она запланирована на завтра спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока